Китайский автопробег завернул в Челябинск. Столица Южного Урала принимает олимпийскую делегацию. Ее участники на джипах намерены проехать от Китая до самой Греции. Столь протяженный маршрут посвящен пропаганде спорта. Подробности у Екатерины Амелиной. Это авто Ван Джичано уже в буквальном смысле заменило дом. Чего здесь только нет. Установлены даже электрочайники. С чаем участники автопробега, кажется, не расстаются вообще. Для путешественников России – вторая страна. Они уже проехали Казахстан. Автопробег посвятили молодежным олимпийским играм, которые пройдут в Поднебесной в 2011 году. В Челябинске небольшая придышка. Туристы решили осмотреть достопримечательности. Первое, чем интересуются китайцы, есть ли в Челябинске ночные клубы. Гиды отвечают – увеселительные заведения в программу экскурсий, увы, не входят. Поэтому зажечь на уральских танцполах не удастся. Первая остановка – театр оперы и балета. Тут же короткая фотосессия. Следом прогулка по Кировке. Участники автопробега так впечатлились российским колоритом, что решили затянуть Катюшу. Спеть по-русски не удалось, и это неудивительно. На языке Пушкина большинство из них знает всего-то три слова – привет, пока и холодно. Дай Цзин Хуэй в России впервые говорит – здесь ей очень нравится. Прохожих на улицах по сравнению с Китаем маловато, зато личности уж очень колоритные. Хотели посмотреть на Россию, посмотреть на людей, на здешние места, здешнюю кухню, ну и вообще на все, что связано с вашим здешним образом жизни. Ванжи Чан – журналист по профессии о поездке, намерит снять документальный фильм. Съемки репортер провел и в Челябинске. Мы хотим показать весь путь нашей большой группы – от Китая до самой Греции. Покажем и Казахстан, и Россию, и Францию, и Германию. Последним эпизодом станут съемки самих молодежных олимпийских игр. В каждом городе они проводят не больше суток дальше по маршруту Уфа. Экскурсии, кстати, запланированы не во всех городах. Остановки будут еще в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге. Финалом станет Греция – родина олимпийских видов спорта.